Бобруйская городская избирательная комиссия утвердила итоги выборов. Свидетельства об избрании депутатами получили 40 человек. В числе вновь избранных депутатов 17 женщин. 10 депутатов 28-го созыва. 2 депутата Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь 7-го созыва. 17 членов Белорусской партии «Белая Русь». 4 члена Республиканской партии «Труда и справедливости». 3 от Либерально-демократической партии. Для 28 депутатов это будет новый опыт участия в общественно-политической жизни города. В состав вошло 12 представителей промышленности, транспорта и строительства. 6 государственных и правоохранительных органов. 11 человек трудятся в образовании, культуре, науке и здравоохранении. Есть представители торговли, общественных организаций и других отраслей. В числе депутатов 17 женщин. Хотелось бы поблагодарить жителей Бобруйска, которые оказали доверие всему депутатскому корпусу, активно пришли на выборы и сделали правильный выбор. Я думаю, что этот созыв депутатов не подведет. Будет работать на благо города Бобруйска и всех его жителей. Первая сессия Бобруйского городского совета депутатов 29-го созыва получилась весьма плодотворной. В повестку дня включили 7 вопросов. Начиная от избрания председателя, утверждения состава постоянных комиссий до образования Президиума Горсовета. Люди, которые живут теми проблемами, которые есть в нашем городе. Люди, которые заинтересованы в его развитии. Люди, которые хотят реализовать себя. И люди, которые хотят видеть просветание нашего прекрасного города Бобруйска. По результатам голосования председателем Бобруйского городского совета депутатов 29-го созыва избрана Ирина Рынейская. Первые слова поздравления с избранием и цветы от руководства города. Она не понаслышке знает те проблемы, которые у нас в городе есть. Не только проблемы. Она знает их пути решения. Главная задача депутатского корпуса – взаимодействие с людьми, своими избирателями. Чтобы обещания, которые были даны, были выполнены. Я убеждена, что нынешний состав Бобруйского городского совета депутатов позволит нам достаточно делать успешные шаги для того, чтобы поступательно решать задачи по социально-экономическому развитию нашего города, для того, чтобы он становился краше, а жизнь бобруйчан благополучнее. Высокий процент избирателей, проголосовавших в поддержку депутатов, говорит о том, что электорат доверяет своим избранникам и возлагает на них большие надежды и уверенность, что они продолжат проделанную работу и приумножат традиции, заложенные в предыдущих созывах. Построено за это время три детских сада. Сегодня мы можем говорить о том, что уже сдан детский сад в микрорайоне Киселевичи. Две школы построены, это в микрорайоне Западный или в микрорайоне Молодежный. Вот это те основные достижения, которые были очень важны для бобруйчан. Доверие бобруйчан – особая ответственность. Успехов депутатов, чтобы они были с народом, участвовали в жизни народа. Ждем перспективной работы, чтобы наш город стал еще краше, лучше, чтобы уделялось, наверное, тоже, как и раньше, много внимания нашим деткам, заботы о матери. Детские сады строятся, школы. Я так думаю, так как я живу в Киселевичах, большой плюс был, что открылся у нас новый детский сад. Я думаю, перспективе еще должна у нас там и школа еще открыться. И вообще у нас микрорайон стал расти и развиваться. Я думаю, в этом духе они и продолжат. Чтобы были с народом плодотворные работы, ну и здоровье обязательно. Виталий Гаврусев, Станислав Чечерин, Бобруйск, 360.